Добрый вечер, слушатели этого урока! Это первый урок для сайта ChronoFuck.ru, который экономит ваше время, потому что я потратил его за вас. Темой сегодняшнего урока является простой и незамысловатый инструмент Custom Shape Tool. Это векторный инструмент и находится он среди группы векторных инструментов Photoshop во вкладке Tools. Задержите клик мышки дольше обычного на группе примитивов и в появившемся меню выберите нужный вам инструмент Custom Shape Tool. Как и у любого инструмента Photoshop, Custom Shape Tool имеет панель настроек. Если у вас такой панели настроек нет, включите ее в главном меню Windows. И назад. Что же предлагает нам панель Options для инструмента Custom Tool? Прежде всего, вы можете выбрать из нее любой другой векторный инструмент рисования для Photoshop. Pen Tool или Freeform Pen Tool. И точно так же переключиться на Custom Shape Tool. Custom Shape Tool или произвольные фигуры содержат в себе все то, чего так не хватает остальным примитивам. Больше разных фигур. Рядом с инструментом в меню Options находится небольшая иконка настроек. Как именно вы собираетесь рисовать произвольную фигуру? Будет ли она пропорциональна? Или с установленным при создании размером? Впишите ли вы свои собственные размеры? Или хотите рисовать ее от центра? А теперь перейдем к главному. Возможно, вы уже заметили, что панель Options меняется в зависимости от того, какую фигуру рисования вы сейчас выбрали. При выборе инструмента Custom Shape Tools появляется небольшая иконка с изображением фигуры. Здесь и прячется все самое прекрасное, чем может порадовать нас инструмент Custom Shape Tools. Перед вами выпадающее меню и огромное количество фигур на самые различные тематики. Это стандартная библиотека фигур фотошопа, кроме, конечно, бабочки, которую я создавал для одного из уроков на сайте ChronoFuck.ru. Не советовал бы активно использоваться библиотекой для создания логотипа серьезным людям. Фигур этих мало, и все те, кто маломальски знакомы с фотошопом, о них прекрасно знают. Но в определенной степени использовать их, конечно, можно и даже нужно. Данное управляющее меню позволяет использовать стандартные фигуры фотошопа, создавать и записывать свои фигуры, сохранять эти фигуры и загружать фигуры из файлов, а также пользоваться библиотеками фотошопа, которых очень много. Прежде всего, меню позволяет нам изменить название фигуры или удалить ее. Для этого фигуру, конечно, нужно выделить. Выделяем фигуру и переименовываем ее. Точно так же с удалением. Такого же эффекта можно добиться, кликнув правой кнопки мышки по самой фигуре и переименованию. И переименование. Следующая группа настроек отвечает за отображение фигур, отображение списком, или маленькие иконки, большие, список с иконками и так далее. Пресет-менеджер вызывает пресет-менеджер. Управлять фигурами в нем значительно проще. Можно делать групповые выделения и групповые перемещения. Можно делать групповые удаления или групповые переименования. Почему всего этого нельзя делать в самом окошке Custom Shapes? Конечно, не очень понятно, но да ладно. Кроме того, в Пресет-менеджере очень удобно сохранять паки фигур в спецфайлы. Допустим, у вас есть некоторое количество фигур, которые вы нарисовали сами. Вы хотели бы сохранить их в файл, но кроме них в Custom Shapes лежат и другие фигуры. Выделяем нужные вам фигуры и нажимаем «Сохранить сет». Следующая группа настроек позволяет заменить фигуры на стандартные – Reset Shapes. Давайте я это сделаю. В этом окошке Photoshop предлагает мне заменить стандартный набор на тот, который у меня имеется или добавить его к тем фигурам, которые у меня имеются. Я выбираю «Заменить». Загрузить их из специального файла Load Shapes. Сохранить их в специальный файл, в тот самый файл, о котором мы говорили в Пресет-менеджере. Или заменить те фигуры, которые у меня имеются, на какие-то другие фигуры из уже сохраненного файла. В отличие от Презет-менеджера, здесь Photoshop сохраняет фигуры, которые есть в Custom Shapes. Выбрать конкретную группу, например, 4 фигуры, и сохранить их в конкретный сет невозможно. Поэтому такие вещи лучше все-таки делать в Презет-менеджере. И последнее, что здесь имеется, это библиотеки фигур. Я предлагаю сделать кое-что действительно интересное. Поэтому я специально подготовил изображение в Bugs Bunny. Черные контуры мы переведем в фотошопский вектор, способом, который я уже описывал в своих уроках на HranoFak.ru. Выбираем волшебную палочку, в данном случае она подходит лучше всего. Проверьте на панели Options разумное значение Tolerance. В данном случае это 0. Кликаем по черной области. Выделение фактически готово. Но знаете что? Я хотел бы, чтобы Bugs Bunny был более солиден. Поэтому я хочу сделать скетч более жирным. Заходим в меню Select. Оно отвечает за все области выделения. Modify преобразовать и Expand расширить на 1 пиксель. Область выделения стала толще. У нас есть готовое выделение. Теперь его необходимо превратить в векторный контур. Выбираем любой инструмент выделения. Волшебная палочка, лассо, все это подойдет. Кликаем по области выделения правой кнопкой мышки и из меню выбираем Make Work Path. Сделать рабочий контур. Здесь тоже есть свой параметр Tolerance. Чем выше этот параметр, тем более сглаженным выйдет контур. Кликаем ОК. Все. Контур готов. Переходим в палитру Path. Находим в ней наш контур. Сейчас это просто временная векторная информация, которая исчезнет, как только мы начнем рисовать новый контур. На всякий случай сохраним его. Двойной клик по контуру и вписываем имя. Палитра контуров работает преимущественно так же, как палитра слоев. Выделите контур. Его нужно превратить в векторную фигуру. Переключимся на палитру слоев. И создадим слой заливки. Слой заливки автоматически расценит контур как векторную маску и применит его. Остается только выбрать цвет. Отключим изображение Bugs Bunny и посмотрим, что у нас получилось. Мы получили стандартную векторную фигуру. Точно такую же фигуру, как мы получили бы при создании окружности и изменении инструментов. Но этого мало. Фигуру нужно определить как произвольную фигуру. Custom Shapes. Выделите векторную маску. Выделить нужно именно маску, а не просто слой. Иначе ничего не получится. Придем в меню Edit и выберем там Define Custom Shapes. Вбиваем имя и все. Это изображение я удаляю и посмотрим, что у нас получилось. Как видите, мы получили готовую фигуру, которую можно в любой момент достать и использовать для нужного нам дизайна. Или создать коллекцию таких фигур и сохранить специальный пак сет. На этом я с вами прощаюсь. Вы слушали уроки хронофага, которые сэкономили ваше время, потому что я потратил его за вас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!